Останавливается вашего 17 лет. Михаил Зошенко. Галоши и мороженое. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но когда это было что-то особенное, так и я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженое со своей тележкой, у меня прямо начинается коробокружение. Так у меня хотели покушать то, чтоб продавать мороженое. И моя сестренка Лёня тоже исключительно любила мороженое. Мы не мечтали, что вот, когда вырастаем большие, будем кушать мороженое по 3, а то и по 4 раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наши мамы не позволяли нам его есть. Она боялась, что мы простуденько и запараем. И по этой причине она не давала нам мороженое денег. И вот, однажды летом мы с Ёлей гуляли в нашем саду. И Ёля нашла густов калошу, обыкновенную, резиновую калошу, причем очень ужиную и рваную. Наверно, кто-нибудь просил ее, поскольку она разорвалась. Вот Ёля нашла эту галошу и для апотеки надели ее на панку. И ходит по саду, машет этой панкой над головой. Вдруг по улице идет тряпичник и кричит, «Покупаю бутылки, банки, тряпки и все! Что вы мне продадите?» И этот тряпичник увидел, что Ёля держит на паске галошу к ковритюре. «Эй, девочка, продаешь галошу?» Ёля подумала, что это такая игра. И отвечает тряпичнику, «Да, продаю! Сто рублей стоит эта галоша!» Теряпичник смеялся и говорит, «Нет, сто рублей! Это слишком много за эту галошу! А вот, если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки!» И с этими словами тряпичник вытяжет из кармана кошелек. Дал Ёля две копейки и сломал нашу галошу свой мешок. Мы с Ёлей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились. Теряпичник уже давно шут, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице едет мороженщик и кричит, «Продаю сентяничное мороженое!» Мы с Ёлей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, монетарно их шето и в стадии жилет. Что-то за Ёшу продали галошу. На другой день Ёля мне говорит, «Минька, сегодня я решила продать лепичнику еще одну галошу!» Я обратился и говорю, «Ёля, разве я опять нашла кустах галошу?» Ёля говорит, «В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей под вышелкой стоит необыкновенно, я так думаю, не меньше 50 галош. Если мя одну продадим, то от этого никому худи не будет!» И с этими словами Ёля побежала на дачу, и скоро появились в саду, с одной довольно хорошей и почти новой галошей. Спасибо за внимание!